Добрый день, я Миша Коробов, на слайде на первом, я забыл про это написать, ну и ладно. Я сегодня расскажу, как писать быстрый эффективный код на питон, но я не знаю, как писать быстрый эффективный код на питон, поэтому я расскажу на конкретном примере. Я писал морфологический анализатор для русского языка, называется Pimorphia 2. Во-первых, чтобы понятно было, о чем все это вообще дело, что такое морфологический анализ. Есть у вас, предположим, слово ящерицы, то есть там две ящерицы, например. И морфологический анализатор скажет вам, что это существительное, что он во множественном числе, это слово. Он скажет, что в нормальной форме это ящерица. Он скажет, что если вы его поставите там, дать кому ящерице. И вот такая программа, которая все это умеет делать, она называется морфологическим анализатором. Зачем он нужен? Ну, сама по себе эта информация, может быть, не очень интересна. Какая-то в районе существительное или там множественное число, единственное число. Но эта информация часто используется для таких более высокоуровневых каких-то штук. Если вам, ну, может в поиске использоваться, если просто все слова к нормальным форме переводятся. Может использоваться при классификации текстов. Может при извлечении фактов из текста и так далее. В общем, это такая базовая штука, которая нужна для таких более высокоуровневых штук. Ну, кроме того, иногда я… У меня был морфологический анализатор Pimorphia 1. И его иногда использовали как такой пушкой по воровьям стрелять. Есть у вас, например, какая-то переменная, она в базе данных. Там какое-то название чего-то хранится. И можно было, прямо не указывая в остальные формы, например, в шаблоне во множественное число ее ставить, чтобы предложения согласованные получались. Но это так, из пушки по воровьям. Я на самом деле тут как бы вообще ничего нового не делаю. Это такая бородатая тема 70-х годов. Все это дело развивается. Для разных языков морфологический анализатор можно писать совершенно по-разному. Русский язык, он язык фликтивный. Что это значит? Это значит, что очень многое можно узнать из самого слова. То есть вам очень часто не нужен никакой контекст, чтобы понять, в какой форме стоит слово. Потому что слова образуются очень часто тем, что у них окончания меняются. Или, например, какая-то приставка добавляется. Например, лучший, наилучший. Или там один ящер, два ящера. Я не знаю, почему я слово ящер выбрал. Но так как-то вышло. Кроме того, для русского языка в этих 70-х годах делают словари грамматические. То есть там каждому слову в русском языке просто написано, какая у него форма может быть. И поэтому для русского языка задача, в общем-то, сводится к тому, чтобы найти слово в словаре. Ну или если слова в словаре нету, то вернуть какой-то разбор из какого-то похожего слова из словаря. Словари достаточно полные. Есть проект OpenCorp.org. Его сначала делали питерцы, потом его делали еще много людей. Очень хороший проект. Они, в частности, делают словарь. В нем где-то 5 миллионов форм слов разных есть. 3 миллиона уникальных слов. И там каждому слову… То есть словарь в чем заключается? Словарь, грубо говоря, в том, что каждому слову сопоставлена его какая-то форма. Вот у нас там есть слово ящерица, но это существительное, одушевленное, женского рода, единственного числа, именительного падежа, самое первое. То есть морфологический анализатор, ну что, в общем-то, будет делать? Он найдет слово какое-то и просто посмотрит, какая у него форма. Если вам нужно поставить его в другую форму, тут есть такая штука, что все слова объединены в так называемые леммы. То есть у нас вот есть ящерица, ну я опять про эти ящерицы, да? Вот то, что здесь приведено, это лемма. То есть это все формы одного слова. Если вы нашли какую-то форму, например, ящерица ми, снизу он там есть, то вы можете найти нормальную форму, взяв просто самое верхнее значение. Если вам нужно поставить, например, слово ящерица во множественное число, вы ищете слово ящерица, смотрите, что оно у вас в какой-то форме, а потом ищете из среди леммы форму множественного числа. Собственно говоря, для русского языка это сделается все достаточно, так берется и делается. Слова образуются схожим образом многие. Поэтому можно выделить шаблоны образования слов. Они еще называются парадигмами. Ну вот я здесь просто пример привел, как это выглядит. То есть ящерица у нас не меняется для слова, а вот окончания какие-то меняются. И каждому окончанию соответствуют разные теги. Там лучше бывает, что приставки тоже меняются. И поэтому мы можем вместо ящериц поставить какую-то другую штуковину и тоже просклонять это слово. Например, если слово неизвестное, но оно похоже чем-то на ящерицу, то можно его просклонять по этому шаблону. Таких шаблонов получилось где-то тысяч пять из словаря. Они выделяются автоматически. И вы их нужно как-то хранить. То есть парадигма у нас получается массив таких форм. Префис, окончание и тег. Ну а формы, например, есть пустой префикс, окончание там и тег. Если хранить его как есть, все это дело, то это у нас может занять достаточно много памяти. Во-первых, строги у нас повторяются очень часто. Во-вторых, то, что у нас строги равны, из этого не следует, что это один объект в питании. Можно хранить индексы строг. То есть можно хранить просто id префикс, id окончания, id тега. А сами строги где-то еще в массиве хранят. Ну достаточно так очевидно. Но в чем тут загвоздка? Как здесь видите, у нас форма слова. То есть вот этот tuple. Это тройка чисел. Что такое tuple? Tuple – это массив указателей на объекты. То есть в нем хранятся не сами объекты, и в нем хранятся указатели на объекты. Ну и плюс есть заголовок, он там в Warhead. То есть у каждого объекта в питоне хранится для него еще… Для него еще хранится… Что-то я запутался. Это я не туда. Ой, у меня слайды куда-то упрыгали. Техническая накладка небольшая. Ну да. То есть для каждого объекта в питоне нужно хранить счетчик ссылок на него, и нужно хранить указатель на его тип. Для объекта, который меняет свою длину, нужно хранить еще размер. Кроме того, int, число, то есть у нас там аидишники были, это тоже объект питона, то есть для него тоже нужно хранить указатель на тип. Для него нужно хранить значение. И что у нас получается, что у нас есть этот tuple, и в итоге надо хранить указатель на тип первого числа, второго числа, третьего числа, указатель на тип tuple, указатели на эти числа в tuple, и это все… Зачем нам это все? Нам это все не надо. Поэтому можно вместо массива указателей на объекты хранить, просто иметь массив значений. Вписание для этого есть в модуле array, у него там есть array. Это просто массив значений. С числовыми значениями можно просто в линейном массиве их хранить. Тогда всех этих накладных расходов не будет. Но у нас тут получается, что мы тройки всего лишь можно заменить на array. Но так как везде у нас по три элемента, можно просто все в один большой массив запихать и потом индексы вычислять. Это достаточно очевидно, можно разными способами делать. То есть, например, можно сначала все id префиксы поместить, потом все id окончаний, потом все id тегов. И у нас есть какая-то длина. Если мы делим на три, мы получаем размер блока. Если нам нужно найти там пятый id окончания, мы размер блока умножаем на один, управляем к нему пять и получаем id окончания. И таким образом мы устраняем практически все накладные расходы на хранение питонных объектов. Дальше у нас есть задача хранения текстовой информации. Исходный словарь был 300-400 мегабайт текстовый файл. Там есть вариант в txt, есть вариант в xml. И достаточно много информации. Нам нужно хранить информацию вот в такой структуре. То есть каждому слову, у каждого слова есть список возможных вариантов разбора. Это список… То есть вариант разбора – это что такое? Это номер шаблона, по которому слово делается, и номер в этом шаблоне индекс. То есть там, например, первая форма там из шаблона номер 55. Если сделать все как бы брутфорсом, сделать дикт, сделать там каждому слову сопоставить tuple, в нем еще tuple и номера, то это тоже получится много памяти. Tuple я использую не лист, потому что для листа нужно хранить еще его длину, потому что он мутабельный, и там чуть больше памяти получается. Ну это много памяти занимает. Такой способ. То есть если сделать просто, то там больше гигабайта это в памяти висит все. Почему это так делается? Потому что для словаря нужно хранить… Ну это хеш-таблица словарь, и там нужно хранить и ключ, нужно хранить и значение, нужно хранить указательный ключ, нужно указательное значение хранить. Значение это tuple, там это массив указателей, ну в общем, строка это unicode, там тоже есть тип. В общем, достаточно много всякой информации нужно хранить. И поэтому, ну, слишком много памяти на это может потратиться. что делать? Ну вот, как бы, такие всякие прикидки. Но для текстовых данных есть более подходящие структуры данных. Ну да, можно так сказать. Например, есть префиксные деревья. Картинку я взял из Википедии. В префиксном дереве связи между узлами, им они помечены буквами. И мы, ну, например, вот префиксное дерево для слов tap, taps, top и tops. Здесь хитрость в том, что мы ключи в явном виде уже не храним. У нас тут нет нигде слова tap, но у нас... Но у нас зажимается при этом начало слов. Префиксное дерево, структура достаточно известная. Окончание слов обычно помечается специальным каким-то маркером. То есть как в этом префиксном дереве проверить, есть ли там слово нужно или нет. Мы берем из корня, идем, то есть у нас, например, слово будет top, z, например. Мы берем букву t сначала, такая связь есть, идем в следующий узел, буква o, идем, есть, p, есть, буква z, связи нет, только слово top, z у нас нет. Если там слово to, например, если тут берем букву t, потом берем букву u, потом у нас конец слова. Мы пытаемся перейти в конец слова, там нет связи на конец слова, поэтому опять у нас... Мы никуда не дошли. Если у нас, например, есть слово top, top мы хотим найти, то мы дойдем до конца, и будет ясно, что слово есть. Но какая наивная реализация этого все дела на питоне может быть? Ну, здесь такая очень наивная реализация. Мы в каждом узле храним значение, если оно есть, и храним под дерево. То есть, например, здесь хранится слово foo с значением v. То есть у нас в первом узле у нас значения никого нету, связи какие из него выходят? Из него выходит буква f, она куда идет? Она идет в узел, в котором значения нету, но есть связь с буквой u, o, вернее, o идет опять в другое o, и там она уже идет в узел, который терминальный, там есть значение буква v, и никаких связей нет. Но вы, наверное, помните про словари, и такая наивная реализация, она тоже потребует много памяти. Интересно, что для питона достаточно много питонних библиотек с префиксным деревом, но вообще-то они все реализованы примерно вот так. Я, по крайней мере, не нашел, если найдете, будет замечательно. Есть еще, кстати, похожая схема, можно ведь ее делать. То есть все мы как бы делали такую схему наивную? Мы делали на указателях, наверное. Но при этом у нас тоже для каждого кузла нужно хранить указатели и так далее. И, в общем, проблема не специфичная именно для питона. И подобное наивное как бы префиксное дерево тоже займет достаточно много памяти, если даже его насилизовать. Есть разные упакованные виды префиксных деревьев. Есть, например, double array, префиксное дерево, где вся информация упакована в линейные массивы. Она в знаменитой книге дракона написана, там, аха, ульман. Есть louds, префиксное дерево. Там информация сжимается на уровне бит. Какая-то очень хитрая схема. И там она даже уже приближается к теоретическому порогу. Порогу, в смысле. Того, как можно упаковать. Но там не совсем он, но все равно. Есть по 3C3. Это где у нас связи помечаются не одной буквой, а несколькими буквами. Можно всякие комбинации всего этого делать. И замечательно в этом всем деле то, что все эти варианты, они уже реализованы в качестве CISI плюс библиотек. Потому что если автор какое-то что-то придумывает, такое, он пишет бумагу, ему нужна какая-то реализация, и он все дело реализовывает. Какой плюс от того, чтобы… Ну и поэтому я подумал, что можно взять да завернуть какой-нибудь из этих библиотек в питоне расширение. Нам не придется писать все это дело. И это уже будет CISI расширение, но скорее всего будет быстрее. По 3C3 есть уже готовое в биопайтоне. У него плюс в том, что там можно быстро менять дерево достаточно, оно устроено на указателях. Все 3 миллиона слов, то есть там 5 миллионов слов форм и 3 миллиона слов. Они где-то влезли, там 250 мегабайт заняли. Ну что уже лучше, чем наш словарь. Но как бы тоже можно и лучше. Дальше. Ну я стал искать, есть ли какие-то библиотеки. То есть тоже в динамических языках, может кто-нибудь уже заворачивал что-нибудь, какое-нибудь ненаивное префиксное дерево. И вот нашел там в Ruby, кто-то завернул в библиотеку, либо до 3e. Я тоже решил, чего уж питанисты хуже, что ли. Тоже завернул, получилась библиотека до 3e. Она медленнее, чем стандартный дикт на чтение всего, то есть 2-5 раз. То есть там тоже она обеспечивает миллионы операций в секунду. И там достаточно медленные вставки, потому что там нужно перепаковывать в некоторых случаях эти массивы. И все эти 3 миллиона слов, ну без данных я просто провел сначала, они где-то 100 мегабайт памяти заняли уже. Но дальше можно лучше. Дальше я нашел еще одну библиотеку, потому что та все равно не устроила. Она называется Marisa 3e. Как она расшифровывается, там буква M расшифровывается по-моему как слово матрешка. А дальше буквы там рекурсив есть, и еще это на самом деле какая-то структура данных, которые, ну по крайней мере, там есть как бы интерфейс, там все понятно. И есть еще папочка такая, которая называется Grimmar, но это переводится как книга магии. И тут реализована lauds 3e, по-моему, скрещена по 30e 3e, и плюс еще все дело, это какое-то рекурсивное, что там у нас 3e есть верхнего уровня, там 3e нижнего уровня, в итоге получается, что зажимаются не только префиксы. это статичная структура данных, то есть мы ее можем один раз построить, но дальше мы туда добавлять, менять что-то уже ничего не можем. Ну и она медленнее словаря у меня получилась в обертке. То есть я ее тоже обернул, она получилась там в 10-15 раз, медленнее, чем обычный словарь. Но, в принципе, да, это тоже достаточно быстро, и она в сеть 3 миллиона слов влезла уже в 7 мегабайт памяти, что уже нормально, в принципе. Ну и это как бы совсем, несмотря на то, что называется, префиксное дерево, это совсем не префиксное дерево, я не понимаю, что. Но дальше вот это опять картинка из Википедии. Вот слева у нас префиксное дерево, справа у нас DAG. Это Directed Acyclic What Graph. Направленный цикличный граф слов. В чем тут дело? Префиксное дерево можно представить себе как автомат конечный. У нас есть состояния какие-то, есть между ними переходы, и автоматы конечные, в общем-то, минимизируют. То есть если посмотреть на префиксное дерево, у него какая цель? Вы идете по нему, и оно вам говорит, слово есть в словаре или слово нет в словаре. И некоторые узлы можно просто объединить, и оно вернет то же самое. И, соответственно, DAG это структура, в которой количество узлов минимизировано. И поэтому их получается гораздо меньше. Вот на примере. Из этого не следует, то есть вы не думаете, что когда вы так все объединили, вы сможете по окончанию идти в обратную сторону, там так не получается. Или что абсолютно все связи там свяжутся, так тоже не получится. Но, по крайней мере, количество узлов становится гораздо меньше. Я нашел еще одну библиотеку для DAG. Кстати, от того же автора, что и Мориса 3E, тоже ее обернул. Она получилась очень быстрая. То есть она иногда бывает даже такая же быстрая, как питоний словарь. Но она в среднем в 2-4 раза медленнее может быть. В 3 миллиона слов там заняли просто 2 мегабайта. Но это статичная структура данных. Но чтобы ее построить, там нужны какие-то гигабайты памяти. И поэтому если ее использовать практически, то лучше ее сначала построить, потом сохранить файл, потом с файла загружать. И этот вариант уже вполне хороший. Из первоначальных там 1-2 гигабайта мы получили 2 мегабайта. Совсем другое дело. Но нам нужно этим словам сейчас поставлять какие-то данные. Сейчас мы пока просто слова добавляли в эти структуры данных. Какие есть варианты? Первый вариант. Можно в каждой вершине хранить какое-то уникальное значение, индекс какой-то. И все значения хранить в отдельном массиве. И просто, если надо, дошли до конца, построили индекс, получили значение. Но этот вариант для Daga очень плох, потому что у нас сразу там происходит такой взрывообразный рост связей. И практически преимущества тогда не дает. Но для прививки на дерево в принципе нормально. Второй вариант. Это использовать perfect hash. Я не очень спец, я не знаю, как это на русский переводится. Но суть в том, что у нас каждому ключу сопоставляется, то есть есть такая хеш-функция, которая каждому ключу сопоставляет значение, и она без коллизий. Для Мариса Дрие, например, а ладно, не буду листать, perfect hash вычисляется из положения узла в дереве. И поэтому она сразу его поддерживает. Там сразу каждому ключу сопоставляется какое-то значение. Можем по значению получить ключ, а по ключу получить значение. То есть какой-то номер уникальный. Сами эти номера мы менять не можем, но номера эти есть. Если надо их как-то использовать, то мы можем их использовать. Но для… Есть еще отдельные сторонние библиотеки, которые позволяют это делать. Если заранее набор ключей известен, то можно тоже получать какой-то уникальный номер и при этом не хранить ключи сами. И третий способ это дописывать значения, это к самим ключам через какой-то разделитель. То есть у нас есть слово какое-то, потом у нас есть какой-то разделитель, там, например, какая-то буква, которая не встречается в словах ни в каких. А дальше просто идет значение записано, точно так же, как ключ. В чем тут плюсы? Плюс тут в том, что если значения, они как-то зависят от ключей, или они как-то похожи, то у нас значения могут тоже сжиматься, как и ключи точно так же. Что вот вышло в итоге? В итоге в библиотеке используется DAC, все кроме этого DAC там на питоне написано, скорость там с учетом предсказателя, обработки буквы «ё» и так далее. Ну, получилось где-то 100-30 слов в секунду. Но это медленнее, чем в промышленных реализациях. Там, например, Майстем от Яндекса. Ну, я просто попробовал, там сделал текстовый файл, один на несколько там что-то мегабайтов, там 300 слов, по-моему, было. И через Майстем его распарсил, через PMOrfit2 его распарсил. Ну, Майстем там раза в полтора быстрее справился. Ну, в принципе, нормально. Это все дело можно использовать не только для морфологических анализаторов и так далее. Можно этот же DAC, его устанавливать с PyPy, там, pip install DAC, да. И если у вас есть какой-то статичный набор данных, вы можете, например, его для автокомплита в сайте использовать. Потому что вы можете все слова прямо загрузить в память процесса. И потом... А DAC поддерживает все какие операции, которые обычно слова не поддерживают. Например, он может вернуть все слова, которые начинаются с какого-то префикса. Можно по нему идти и какие-то буквы менять одну на другую. То есть, например, букву E, букву Ё, чтобы не учитывать разницу. И это все очень быстро происходит. Это не зависит от размера дага, потому что это зависит от длины слова, количество шагов. И такой вариант тоже. Но если у вас там данные меняются, то вам это не подойдет. Если вам какие-то значения хранить, то можно использовать marisa3, потому что какие-то уникальные в смысле. Потому что там есть реализован perfect hash. Ну или здесь можно тоже что-нибудь хранить. Дальше проблема с PayPay вылезла. То, что сделал я расширение на сайтине, а эти расширения под PayPay работают медленно. Потому что там, ну вчера там рассказывали, думаю, все слушали. Там эмуляторы, там жуткие хаки, и в итоге получается медленно. Ну ладно, напишем тогда читалку для формата этой библиотеки на питоне. Там в этом даге сложная часть построения дага, то есть минимизация. А чтение там такое достаточно элементарное. Поэтому я написал библиотеку, которая на питоне, питоне библиотека, она читает даг, который строит обертка. Или C++ библиотека, или консольную утилиту. Что у нас получилось? Потребление памяти у нас получилось абсолютно одинаковое. А почему оно должно получиться не одинаковое, если мы и там, и там используем линейные массивы, все упаковано, там, ну, array, array. Ну, оно одинаковое получилось. Скорость дага получилась какая? То есть, ну, раз там медленнее получилось, под пайпай, чем все обертки, то есть там в 3-10 раз медленнее. В принципе, тоже нормально, там сотни тысяч операций в секунду. Ну, это нормально. Но самое интересное, что скорость анализатора итоговая получилась под пайпай и под cpython одинаковая. Потому что у нас пайпай еще ускорил, собственно, логаризмы, которые у нас на питоне. И тут вот такой интересный вопрос. А что же лучше тогда, пайпай или cpython плюс с сайтом? Я не знаю, что лучше, но просто у меня по опыту получилось так, что вот если у вас есть cpython, вам все очень просто и понятно, как дальше ускорять код. Вы берете и делаете сиро-ширение, например, на сайтане. Если я хочу ускорить пиморфи, я могу просто алгоритмы написать на сайтане тоже, и все заработает быстрее. Тут как бы такая штука. С пайпай в принципе тоже можно сиро-ширение написать, но я, честно говоря, не пробовал. Там библиотека есть, у них cffi, но я не пробовал, я не знаю. Но вообще возможности меньше. Но зато с пайпай у нас меньше вуду. Что такое вуду? Если вы делаете какую-то быструю штуку под cpython, вам нужно быть очень осторожными. Вы пишете, если алгоритмы на питоне, что-то там поменяли, нужно прогнать бенчмарки, чтобы посмотреть, не сломалось ли что-нибудь. Например, я решил завернуть результат в named tuple, под cpython скорость там на треть сразу упала. И такие вещи, там просто можно наступить на что-нибудь. И поэтому нужно иметь обязательно набор бенчмарков, и нужно их прогонять постоянно, когда что-то меняете. С пайпай этого все практически не нужно, потому что, например, тот же named tuple вообще никак не отразился. И такие изменения небольшие в алгоритмах, они под пайпаем меньше влияют на скорость. Но с другой стороны, под cpython, мне кажется, возможно, можно сделать все быстрее. И плюс, ну это стандартная такая штука. Можно и там, и там просто делать. У меня так вышло. Но выводы тут какие? Первое, конечно, все знают. Но все равно всем хочется что-нибудь пооптимизировать. Поэтому преждевременная оптимизация и так далее. Ну дальше, ну мне кажется, опять-таки, что лучше использовать подходящие структуры данных. Если у вас есть подходящие структуры данных, то дальше все будет гораздо проще. Если вы уже нашли какую-то подходящую структуру данных, то тогда оптимизируйте алгоритмы, какие такие у вас есть. Вслепую это не делать, лучше не делать, потому что вы что-то одно поменяете, в других местах сломается. Лучше какой-то набор бенчмарков иметь. Просипай там или пайпай, это я уже не знаю. Смотрите. Ну у меня все, спасибо. Пожалуйста, вопросы. Вот вы говорите, что надо загрузить 3 миллиона слов в память. А зачем это вообще делать? Это надо делать, чтобы выборка была быстрая. Потому что первоначально у меня был морфологический анализатор Pimorphia 1. Он не загружал все 3 миллиона слов в память, и он работал где-то со скоростью в худших случаях 100 слов в секунду, в лучших случаях 2000 слов в секунду. Он был основан на правилах русского языка, я правильно понимаю? Что? Он был основан на правилах русского языка, я правильно это понимаю? Нет, он был тоже основан на словарях, потому что правила русского языка, они вытекают из словарей, но они менее полные, в общем, если вы их руками будете прописывать. Но просто можно только исключение загружать в память, а все остальное покрыть правилами. То, что мы выделяем шаблоны слов, это же есть правило. Нет, можно, получается медленнее. Получается просто медленнее. Хорошо, спасибо. Я пробовал, получается медленнее. Да, пожалуйста. Спасибо. Слышно, да? Подскажи такую штуку. Во-первых, меня интересует, ты говоришь, каждое отдельное слово ты берешь для анализа. Как, например, быть с такими предложениями? Вот есть предложение человек, человеку, 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 а второе зомби, зомби, зомби. Как узнать, зомби, которые посередине, это множественное число или немножественное? И второй вопрос относится к реализации конечных автоматов или что ты используешь на стороне джаваскрипта, на стороне клиента. То есть если я хочу не каждый раз при вводе слова обращаться на сервер, а хочу оптимизировать и эту часть и отправлять сервера какой-то кусок информации, который бы можно было… ну, меньше сервер тягать, что? Я про вторую часть сначала скажу, что есть такой автор jQuery. И вот он в своем блоге прописал вторую часть, как он упаковывал разные слова. Можете вот у него почитать. Я сам этим делом не занимаюсь. Ну, в общем, так. Насчет первой части. Эта задача называется дезамбигуация. Потому что у слова может быть много разных вариантов разбора. Нужно выбрать какой-то один. Есть разные подходы. Ну, например, один из вариантов подхода. Мы берем большой текст, который вручную или как-то полуавтоматически размечен. То есть каждому слову уже там снята неоднозначность и сопоставлен какой-то тег. Например, говорится, что я существительный, а там такое-то, такое-то. Такие корпусы есть. Национальный корпус русского языка, в котором для очень большого числа слов это неоднозначность не та. Но этот корпус там с лицензией очень большие сложности. Есть такой корпус в проекте OpenCorpora, который я сначала рассказывал. Там неоднозначность снята очень мало где, но там никаких проблем с лицензией. И если у вас там есть по 5 минут по вечерам, можете заходить на opencorpora.org и помогать размечать корпус. Там все это дело, удобный интерфейс для этого сделан. И вы поможете очень многим людям этим. И идея какая? Просто потом можно построить классификатор, который будет смотреть… То есть в качестве фиш можно брать… То есть в качестве фиш можно взять, например, часть речи и часть речи предыдущего слова, часть речи предыдущего слова и просто построить классификатор, который натренировать на короноразбеченном корпусе и который будет снимать неоднозначность в вашем тексте. И таким образом, насколько я знаю, обычно и делают. Ну так. Еще вопросы? Ну там сейчас человек. Здрасте. Вот вы говорите, у вас получилось дерево 5 мегабайт. Ну или что-то около этого. 5 мегабайт – это достаточно небольшой объем информации. И вы не думали о том, чтобы его как-то визуализировать? Было бы, наверное, интересно увидеть карту всех возможных слов русского языка. Я не то что думал, я просто для документации мне нужно было небольшую картинку нарисовать с графом. И поэтому в модуле DAG есть такой приватный метод, который экспортирует связи, и потом их можно запихнуть в граф виз. А граф виз – есть такая система документации Sphinx для питона. Вот она, у нее есть расширение граф виз, и можно в принципе просто скопипастить то, что этот метод выдает в документацию, и у вас будет картинка эта. Но для всего этого дела это будет работать очень долго, и я сомневаюсь, что я это когда-нибудь сделаю. Это просто огромное что-то. Это отдельная задача. Спасибо большое за доклад, очень интересно. Вы сказали 5 мегабайт, в итоге у вас получился объем информации только слова, без данных. Правильно? Там только слова получилось 2 мегабайта. Плюс есть еще информация для битовой маски для более быстрого поиска слов. Кроме того, есть еще значения, кроме того, еще есть данные для предсказателя. Это слова, только окончание слов. Кроме того, мы храним еще все значения, теги храним, мы храним еще парадигмы, и в итоге получается где-то в сумме около 15-20 мегабайт. Все это дело занимает. То есть исходный объем был 200 мегабайт чистого текст, и он превратился в 20 мегабайт. Да. Спасибо. Еще вопрос. Символы в Unicode кодируются или как? Да, тут небольшая такая штука, с чем я столкнулся. По идее, было бы логично кодировать символы в какую-нибудь 1-байтовую кодировку, чтобы уменьшить число узлов в DAG. Но в питоне почему-то у меня 1-байтовые кодировки декодировались значительно медленнее, чем у TF8. То есть та же CP2.5.1. Поэтому я решил хранить в TF8. Поэтому это все хранится в TF8. Спасибо.